Итак, друзья мои, смотрите, сегодня у нас необычный видос, необычный экспонат на обзор И с нами Герман, Колян и Вован Что мы сегодня будем с вами обозревать, дорогие друзья? Вы уже видите, вы уже видите, что это водка, это какой-то алкогольный напиток Пиздец вообще Да, видите, Герман дополняет То есть я, когда его видел, я то же самое хотел сказать Видите, что внутри есть? На фоне Германа змея такая Внутри бутылки змея Гадюка какая-то или что-то такое? Мне кажется, она какая-то ядовитая В общем, в бутылке, бутылке Ни единой этикетки и вообще ничего нет Ноунейм Ты за сколько ее покупал, кстати? 50 юаней 50 юаней, ни хера себе 50 юаней Пусть минус, я не помню зачем Разная такая бывает, но вот такая вот именно за полтан За 50 юаней, ну 500 рублей на наши деньги получается Этикетки нету Здесь метка для этикетки Здесь нету Единственное, что здесь мы видим Из Иреглафа Байшань, город Провинция Дзилин Все, больше ничего Ну здесь написано открыть-закрыть Все Больше ничего на ней нету Что внутри? Внутри Так, внутри гадюка какая-то Очень длинная Наверное, где-то метр Наверное, там она тонкая Но она длинная Далее Внутри есть Еще здоровый кусок Женьшеня А что еще маленькие какие-то Это годжи что ли? Ягоды годжи Годжи там? Ягоды годжи Короче, она еще Способствует Здравоохранению Это чисто вот Настойка для Поддержания здоровья Ну, засмею Не знаю Поддержим здоровье Я никогда такой Ты пил Вот Водку Никогда Все в первый раз Ладно, я тоже Ой, друзья, мы ну что Вскрываем, наверное Давайте бахнем Да, все-таки мы, наверное, бахнем Давай Я левой рукой-то не смогу Наверное Так, все Что-то оно резко Так быстро открылось Ну как? На запах? Водка По-много чего нет Водкой пахнет китайской Никаких привкусов там нету Да, огромного Напоминает русскую чем-то По запаху О, нормально Я русскую давно не пил Так Немножечко Анисом не пахнет? Нет Странно Удивительно Анисом не пахнет Реально пахнет русской водой Ты что-то Ты дофига Ты что столько налил? Нет, ну ты Ха-ха-ха-ха Блядь, у меня истерика Себе так же наливай Нет, что ты Наливай Рыжа Да ладно Мы что, залпом будем, что ли Пить, друзья Это же бред Она, видите, она еще мутная Она прям видно, что водка реально ну-ка дайте понюхаю я тоже сейчас давайте вместе подписчики понюхаю проверим ну в принципе да каким-то спиртом она больше да не 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 вот кстати да вот непонятно сколько в ней градусов да на ней потому что ни одной этикетки она какая-то паленая то есть они змею просто засунули туда водку и все они написали женьшень и какие-то листья ладно я думаю можно ну как бы залпом не будем делать да мы просто как бы бахнем и все полюмочки бахнет ну да давай кстати сегодня же у нас день народного единства нас разные представители народных единств с разных локаций волос японии герман с германии колес скалянди я с китая я живу в китае давайте бахнет друзьям давайте а ты будешь обойдем давайте пол рюмочки у нас масло да да мы с маслом вот запах афигеть да нормально так давай ты скажешь я потом тоже бахнув ну ты мне поснимаешь у него я нифига слушай и чё слабее чем русская водка да значит алексей давай это дело сейчас волан давай снимай а вот теперь алексей надо огурчиков заказать водочки вот это было бы охуенно мы забыли вы просто немножко заказали все а там кнопки нету вызвать я думаю ладно потом так и так алексей берется за водку она похоже на и на огуречный рассол на самом деле реально кстати для мы подарок от подписчика из бостона павел привет red sox теперь болеем за red sox и пьем за народное единство ну как тебя натуре как знаешь как этот огуречный рассол на огуречный рассол и немного водка добавили прямо она вообще легко заход за звали нет это водка это стопудовая водка огорчит и ты как будто и пьешь и запиваешь этим огуречным рассолом ну давайте надо надо ставить оценки друзьям вердикт может вердикт между первой и второй промежуток небольшой надо второе это ебать не все и не будем пить потому что там змея кстати достанем змею друзьям нужно выпить и тогда ее потом достанем нужно выпить хотя бы еще дверью разобьем бутылку разобьем мы достанем змею возможно она живая и возможно она еще ползет куда-то можно на еще уползет друзья мы не переключаемся и так ребята получается мы выпили по одной рюмочке прошло буквально несколько минут минут наверное 30-40 сказал что он красавчик в общем что получается получается с первой рюмки с первой рюмки прям сразу почему-то приходит приход мы сами не поняли что за фигня но видимо этот травы и змея дает о себе знать только что в инстаграме разместили пост о том что делать со змеей который мы оттуда вытащим смотрите нам пишут нам пишут что нужно закусить она пишет что нужно закусить александр пишет что нужно сделать кошелек из нее и саня матрикс парадайз пишет что она уже будет никакая по идее сомневается сомневается в том что когда мы ее вытащим она свой внешний вид сохранит ладно сейчас мы бахнем немножечко слова нам никто нас что-то не поддерживает герман не хочет пить коля да почему-то не эту хуй не боятся чё то почему ты не хочешь пить ее колян почему ты не хочешь попробовать и водку со змеей и масло когда на масло герман почему ты не пьешь водку со змеей и урод ебал вот так день народного единства другие друзья редсокс чемпионы пьем заходит легко заходит оно как этот огуречный рассол у нас есть сливовый сок я себе налил просто в чашку и вон банка есть у нас сливовый сок бахнем огуречный рассол чё плохо пошел в этот раз это вторая рюмка мы уже в синие прям пипец так я пьян пьянскую тоже хорошечно запиваю в этот раз нормально да так же в принципе сок хороший кстати зачем больше чем дальше тем лучше да я думаю я вообще хотел одну рюмку просто бахнуть для пробы да можно и можно и продолжить можно прям продолжить видите здесь корни видно женщине змея змею вытащим давай салатик нарежем вот из этой тем корень и да мы сделаем салат из змеи точно точно и смешаем вот этой вот слабой кстати я вам сейчас показываю чем закусываем это получается грибы я не знаю как они по-русски но они по-китайски деньжамо называются такие тоненькие грибки они завернуты в рулетики а рулетики сделаны из мяса вот этого штука закусываем а запеваем мысливовым соком вот у нас еще есть там огурцы огурцы есть и и фасоль ты попробовал уже рулетики нет ну-ка давай сделай обзор или ты уже давай один бахнет зачет да то есть мясо внутри него вот эти вот они еще долго так жуются супер это те грибы которые по ходу долго ходят да 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 это эти грибы да 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 друзья мы вместе с вместе с вами кушаем пьем если они вообще выходят не целиком нет они они хорошие грибы это самые вкусные грибы с кунжутом супер друзья мои тост день народного единства сегодня мы пьем за нашего вождя который ведет вперед самый смелый за владимир владимировича благодаря ему мы все здесь не собрались мы пьем слова нам водочку китайскую со змеей герман и колян пьет пивас ну а вот рецоц друзья мое рецоц борстон рецоц чемпионы мира по бейсболу И закусываем, закусываем мы фасолькой, горохом, горохом, фасольной. Дамы и господа, сейчас достаем змею. Фишка в чем, смотрите, она не сквозная, а бутылка не сквозная, потому что она закрыта какой-то фигней. Чтобы проще наливать, придется нам исследовать перочинный ножик, использовать перочинный ножик. Ты аккуратненько, аккуратненько. Прямо на пузо себе наставляю. А, блядь, дома вы вскрыли. Я уже вскрыл. Ножом-то что он сейчас с ним вскроет? Вскрыл я дырочку сделал. Так, мы ее сейчас... У нас есть тарелка. Мы сейчас на тарелку ее начинаем выбрасывать и увлекать змею. Там какие-то китаянки орут. Водка выливается. Слушай, может быть, водку стоило налить? Блин, надо было в рюмке налить. В рюмке, да, да, да. Налейте еще вон, Лёха, вон. Давай еще в рюмке разобьем. Сейчас мы ее разобьем. Да тут ничего не осталось. Такой чуть-чуть. Чуть прям вообще. Ну, вот чего вон-то есть. Тебе вот делали. Не лезет. Смотрите, вот змея. Вот она. Вот она прям змея. Она через трубку не лезет. Там очень узкое горлышко. Может быть, мы сейчас пойдем на улицу, разобьем эту бутылку об кирпич и достанем змею. Потому что это нереально. Или мы домой сейчас придем, и дома у нас молоток есть дома, и отбойный молоток мы ее раскирачиваем. Друзья мои, не получилось у нас ее расковырять, достать оттуда змею прямо с бутылки. Потому что очень-очень узкое горлышко. Змея просится на волю. Поэтому мы решили просто пойти на балкон, засунуть ее в пакет и вот этими пассатижами просто взять и вот так вот уебать по ней. Чтобы она оттуда выползла. Хуя. Так, мы сейчас аккуратненько все это делаем. Чтобы как бы осколки не полетели. Чтобы соседи не узнали об этом. И чтобы хозяйка квартиры тоже об этом не узнала. Бух ты сука. Нихуя. Нихуя, ты реально ебашишь. Охуеть. Так, ребята, смотрим. Аккуратно, потому что можно порезаться, наверное. Так, пахнет водкой. О, нихуя это пахнет. Ух ты ёб. Слушай, она настоящая? Или она резиновая, блять? Нет, она настоящая. Фу, ебать, вы выкиньте ее нахуй вообще с балкона. Фу. Нет, она не пахнет. Она настоящая? Она настоящая. Обзор змеи давай. Обзор змеи давай. Ну давай. По длине, да? По длине. В принципе, ну полметра, да? А вот этот хвостик надо закусить просто так. Ты будешь закусывать? Надо выпить очень много. Ну да. Блин, она реально, вот реально настоящая змея. Они поместили… Фу, воняет она просто… Может кто-то вот по внешнему виду определить породу змеи. Смотрите, получается снизу у нее брюхо… Вспорота, что ли? А, нет, не вспорота. Давай спорим. Можно вспороть, кстати. Кстати, сердце, сердце наверняка еще внутри. Ну, сердце по-любому внутри. Мяса много. И кости там есть. То есть, получается, смотрите, кто вот шарит, может это уш, может это гадюка, непонятно. Ядовитая змея, неядовитая. Может кто-то по внешнему виду, кто у нас, может быть, из подписчиков есть, кто шарит. Напишите в комментариях. Видите, у меня получается пузо полосатая, бело-черная. Как березки русские. А сверху она вот прям незаметная. Вот если она будет ползти по лесу, вы ее как бы так не увидите. Лицо у нее… Лицо у нее… Клыков… Я клыков не вижу. Клыки они прям выдрали, смотри. У них прям нету клыков. Да, да, да. Прям они в натуре забрали клыки, я думаю, мы можем посмотреть. Так, клыков у нее реально нет, пацаны. Так, ладно. Пускай она так… А-а-а, кусает, а-а-а, кусает, кусает. Так, ладно. Кладем здесь. Что еще? Корень женьшеня. Да, корень женьшеня очень большой, смотрите. Прям здоровый. Здоровый корень женьшеня. Так, это что? Блин, такое ощущение, что это еще одна змея. Но это скорее всего… Это типа водоросли какие-то, что ли. И тоже немножко женьшеня. И маленькие, маленькие ягодки Годжи. Их очень, ну, где-то дюжина, дюжина где-то. Такие маленькие ягодки. То есть, это все именно настойка, такая оздоровительная настойка. В принципе, это даже, скорее всего, не считается, что попробовать. Годжи. Давай, бахнешь. Вова, наверное, возьмет. Ммм. Ну, как? Годжи класс. Годжи нормальный? Да, реально класс. Так, я, наверное, тоже одну съем. Фу. Подожди, сейчас я одну тоже съем. Горчат немного. Вот эту маленькую, потому что она уже… Мы же худеем, друзья, мы нужно все-таки вес сбрасывать. Годжи. Горчит? Ну, она горчит, блядь, я не буду есть. Она горчит очень. Она горькая очень. Она прям пропиталась водкой, она сколько там стояла, она прям очень горькая. Вы змею-то не едите, ебать. Нет, змею мы не едим. В общем, друзья, мы че? Получается, смотрите, то есть, мы вам прям показываем, мы водку выпили прям до донышка. Как Шурыгина. И получается, у нас змея осталась. Змея осталась, мы всю водку выпили. Ну, че, давай, наверное, резюме там, конклюжн, как это называется, это в конце, summary. Ну, да, самое последнее. Да, че хочешь сказать вот насчет этой водки, насчет этой змеи? Куда мы змею пустим? В унитаз ее смоем, наверное, или че? Отпустим, может, ее на молю оставим? На молю оставим. Водка вкусная. Скай подсушится. Резюме. Водка вкусная, а змею можно оставить, я не знаю, может быть, на память, я не знаю, или как-то так. Угу. Ну, чисто на память. Да, можно змею просто как бы куда-нибудь просто засушить ее, скинуть ее так, свесить с балкона. Если кому-то нужно, можно реквизит, отправим. Да, в принципе. Подписчики, можете поинтересоваться этой змеей. Кому-то нужна змея из пекинской водки, то мы можем ее отправить. Какой пекинской водки, нахуй, блин? Ну, это... Это вырежем. Просто... Пускай пекинская презентабельнее звучит. Дело в том, что я прожил долгое время в Пекине, поэтому у меня априори уже пекинская. Китайской. Окей, китайской водки. Кайхайской водки. Слушай, мне вот прям напрягает, что они калкинки выдрали. Прям выдрали все зубы. Реально? Вообще без зубов? Нету зубов у нее. Ахуей. Что, все? Так, подожди. И... В конце что мы скажем еще? Ну, водка вкусная, она как в соли, прям, в лице. Нет, водка реально... Я не ожидал за 50 пиваней. Да, я тоже, кстати, не ожидал, что она будет такой, как бы, ну, вкусная. Я думал, что она может быть какая-то такая... Леха, давай ты сейчас пивоткой забьешь ее, нахуй. Зажуешь. Так что, друзья, вы не волнуйтесь, мы сейчас будем пить нормальную китайскую водку без всяких змей. Да. Спасибо, что досмотрели этот видосик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилась вот эта змея. Если не понравилась, ставьте дизлайки. В любом случае, проявляйте какую-то активность. А то, как у Александра Мордынского одни... У вас такого нет, друзья мои. У меня тоже нет. У меня тоже нет. У нас едео. У меня cold melody, друзья мои. У меня есть комментария, сходите на Maori. У меня,оссе soll possession. Давайте residual не законч stable китайской водой. 用 сделать чтобы новое испытание. Идет.